Всем привет! Поговорим еще раз про выборы, наверное, последний раз. Это ведь уже который раз? Пятый? Нет, шестой. Еще один раз прокладка была. Это про выборы президента. Началось все самое страшное с выборов парламента, когда Митька был президентом. Тогда самый главный обман произошел, когда проголосовало всего 25 или 27% населения. И победными стали 50% от 25%. То есть 12,5% проголосовали якобы за карманный парламент Путина. Вот с той поры и началось. Митька с полешивым вышли и сказали, что мы победили. Мы правы. Нас большинство. Какое же это большинство? 12,5% населения и, наверное, 50% приписок было тогда. То есть 6 с небольшим процентов населения решило судьбу всех. С той поры население уже немедленно, а быстро начало превращаться в плесень. До этого были острова, не островки, острова здоровой, нормальной, человеческой жизни. А после этого все быстро стало зарастать в плесень. Ну да ладно. Сейчас все вообще в плесени. И все остановки без тормозов проскакивают. Там опять тлялись в вечной... Как его там? Памяти хотел сказать. Нет, не памяти. Верности. Тлялись в дружбе, в преклонении перед вождем. Одна нация, один вождь там и прочее. Ну, все эти фашистские лозунги. Но самое главное, что вся эта плесень находится в поезде. И поезд без тормозов. И он несется, очень быстро несется куда? В стену. Только вот где стена будет и через какое время наступит время удара. Ждем. То ли разобьется поезд на территории, но все равно осколки полетят всюду и везде. А то ли зацепит весь мир. И мне-то уже вот как-то насрать. Что и как будет. А для вас, для будущего, будет ли это будущее вообще? Рано или поздно поезд доедет до стены или до пропасти. Поезд без тормозов. Выживших в этом поезде будут единицы. Это не гитлеровская Германия. Это Россия. Немцы другие, не россияне. И плюс весь мир им помогал. А России кто будет помогать? Никто. И чем дольше находится у руля больной, совсем нездоровый старик, тем хуже будет. Когда рухнул Союз, весь мир помогал. Сейчас не поможет никто. Остановки нет, не будет. Нужно распрыгивать с этого поезда.